всем привет я рада приветствовать вас на моем кулинарном балконе присоединяйтесь у меня процесс идет я немножко остановила чтобы вас поздороваться немножко начала раньше чтобы вас не задерживать мне пишут что эти блюда можно приготовить за 2 минуты но значит я не ваш клиент я люблю видео мне все живые и показать рассказать все нюансы так начнем это немножко отступление 200 грамм белка и щепотка соли на маленьких оборотах белокомнатной температуры тихонько взбиваем постепенно добавляем 200 грамм сахара и увеличивая скорость взбиваем до растворения сахара минут 15-20 надо хорошо взбить тогда рулет будет у вас хорошего качества всегда я добавляла лимонную кислоту или сок лимона мне тут встретился один рецепт в интернете без посмотрим как будет сохнуть сразу скажу здесь у меня пол порции я попробовала и целую и половину сейчас мы с вами посмотрим что у нас получилось так белок мы взбили убираем венчики и добавляем чайную ложку кукурузного крахмала уже аккуратно перемешиваем вручную чайную ложку кукурузного крахмала что дает нам кукурузный крахмал он именно дает сверху у нас получается корочка а в над внутри такая тягучая мякоть если можно так сказать мясо что вам хочу сказать вы выкладываем на пергамент и разравниваем по всему пергаменту выпекаем но я выпекаю так при температуре 150 градусов 35 45 минут даже может если 25 если вы сделаете тонким слоем корж должен стать коричневым сверху и снизу хорошо распределяем по всему коврику и ставим духовку понятно я не буду задерживать вас процесс понятен хорошо мы его распределяем ровненько и ставим в духовку как я уже сказала 150 градусов а время зависит от размера вашего коврика все ставим духовку уже знаете что балкон у меня волшебный вот прошло 35 минут но здесь даже 45 но здесь у меня целая порция сейчас что нам надо сделать он еще теплый взять пергамент и перевернуть полностью наш аккуратно его снять и еще теплым самое главное снять зачем нам нужен снизу пергамент при помощи его мы будем сворачивать наш рулет теперь крем 200 грамм сливок и 200 грамм моего любимого творожного сыра сегодня это сыр из йогурта он более нежный более такой ароматный после того как вы свернете рулет он полностью остынет заверните его в пленку и поставьте на ночь в холодильник если вы сразу начнете кушать это без и крем а завтра на утро у вас масса станет нежная сочная она соединиться вместе это будет очень вкусно так хорошо сегодня у меня с персиками я взяла консервированные персики вот все нанесла я наш крем здесь вот у меня персики вам видно я даже не знаю или по всему или только здесь сделать давайте по всему раскидаем и мне сегодня мне хочется так а кулинарии это же творчество как хочется так и делаем великолепные консервированные персики часть персиков я эти порезала и я потом когда он уже настоится украшу так сейчас у нас с вами самый волнительный момент нам надо наш рулет свернуть знаете но и без лимонного сока он высох так вот видите прижимая но не сильно он должен остаться воздушный вот смотрите я прижимаю сворачиваю при помощи пергамента вот видите он сейчас у меня так полностью остынет и я заверну его в пленку и на ночь в холодильник давайте мы с вами туда отрежем чтобы узнать как он сейчас конечно это делать нельзя что я делаю только ради вас посмотрите как он красивый он сейчас уже красивая но завтра будет это просто песня у вас есть время подписаться на мой канал что я хочу сказать я забыла извините так как коржи очень сладкий я в крем совсем не добавила сахара и сейчас попробую вы знаете для меня самый раз если вы любите сладкое добавьте в крем сахар у меня просто 200 грамм сливок и 200 грамм творожного сыра из йогурта это очень вкусно всем пока я приготовила за вас шедевр ой приятного аппетита